Всем привет! Сегодня говорим о модальном глаголе could, разберемся, в каких ситуациях он нужен, поймем разницу между could и could have done. В общем, давайте разбираться. Меня зовут Лера, а вы смотрите канал Pattle English. Начнем с формы could. Она никогда никак не меняется, к нему не добавляются никакие окончания, could всегда остается could. После could используется глагол в форме инфинитива без частицы to, то есть в начальной форме, как и с большинством модальных глаголов. Could может встречаться в сочетании could have плюс глагол в третьей форме. В этой конструкции тоже ничего не меняется, could всегда остается could, а have всегда остается have, не has, не had. А смысловой глагол всегда остается в третьей форме. У этой конструкции есть свои значения, но о них мы поговорим чуть позже, а пока начнем с простого could. Во-первых, could может выражать возможность в прошлом. Используется для повторяющихся привычных действий в прошлом. Например, I could read when I was four. Я могла читать, когда мне было четыре. Или я умела читать, когда мне было четыре. Под повторяющимися действиями или привычными действиями подразумевается, что эта возможность ограничивалась не одним разом. Прочитала одно предложение в четыре года и все, больше не умела читать, все забыла. Конечно, нет. Эта возможность распространялась на более длительное время, то есть умение вне временных границ. Будьте внимательны, could обычно не используется в отношении единичных действий в прошлом. В этом случае мы используем was able to или were able to. Сейчас приведу пример, и вам должно стать немножко более понятно. Вчера мне каким-то образом удалось избежать пробок. Здесь говорится о конкретном случае, который произошел вчера, в прошлом. Вероятно, человек, говорящий, в эти пробки обычно попадает, а вчера каким-то чудом не попал. Кстати, в отрицании couldn't и wasn't weren't able to не имеют существенных отличий и могут использоваться применительно к любым ситуациям, как единичным, так и к постоянным. Во-вторых, could может использоваться в отношении настоящего или будущего, когда мы предполагаем, рассуждаем о возможности чего-либо, о том, что что-то может произойти. Мы не знаем, так ли это на самом деле, только высказываем предположения. Например, She could be a vampire. She's so pale. Может она вампир? Такая она бледная. В этом примере мы предполагаем в отношении настоящего. Мы не знаем, вампир она или не вампир. Может да, может нет. Другой пример. It could be dangerous there. Take this paper spray just in case. Там может быть опасно. Возьми этот перцовый баллончик на всякий случай. Из контекста мы понимаем, что речь идет о будущем. Рекомендуется взять баллончик перед тем, как отправиться куда-либо. Где может быть небезопасно. Однако, мы используем все тот же could. Речь совсем не о прошлом, а о будущем. В-третьих, could используется, когда вы хотите что-то вежливо попросить. Например, Could I borrow your bicycle? Я могу одолжить твой велосипед? Это вежливая просьба. Конечно, в таких просьбах вы можете заменить could на can. Он тоже используется в такой функции. Но формулировка could будет считаться более вежливой и мягкой. Обратите внимание, в этом случае ни о каком прошлом речи нет. Это просьба здесь и сейчас. Переходим к сочетанию could have, которое используется только с глаголом в третьей форме. То есть, если глагол правильный, мы добавляем окончание ed. Если глагол неправильный, смотрим на третью колонку в таблице неправильных глаголов. Обращайте на это внимание в примерах, которые я буду приводить. Кстати, в живой речи часто could have сокращают до could've, а в беглой речи может звучать вообще как could've. Будьте внимательны. Вот знаменитый фрагмент из фильма «В порту», который в оригинале называется «On the Waterfront». В нем персонаж Марлона Брандо говорит о том, что он мог бы стать кем-то важным, значимым, но не стал. Слушаем пример. Итак, первое значение could have – это нереализованная возможность в прошлом. Человек мог что-то сделать, но не вышло. Именно в этом значении could have использовал Брандо в нашем примере. Вот еще один. Джеймс мог выиграть гонку, но он упал прямо перед финишем. Обидненько. Возможность выиграть гонку у Джеймса была, но что-то пошло не так, а именно он упал, и возможность эту упустил, она не реализовалась. В результате имеем что? Джеймс не выиграл гонку. Используем could have. Далее, отрицание, то есть couldn't have, используется по аналогу с нашим да, он все равно бы не смог. То есть, когда мы знаем, что что-то не могло быть возможным, даже если бы этого очень сильно хотелось. Например, Она не могла ничего видеть, она была в другой комнате. Здесь речь не о способности видеть как таковой, тогда бы использовался просто couldn't без have. А в данном примере мы говорим о том, что она не могла видеть произошедшего по определению, ее не было в комнате, где все происходило. Третье использование could have – это критика высказывания своего раздражения. Например, Мог бы и убраться у себя в комнате перед приездом гостей. Да, вот берите на заметку. Или еще один пример. Они могли бы и послушать учителя. А у нас на следующей неделе важный тест. Could и could have могут встречаться в главной части условных предложений первого, второго или третьего типа. Ну и, конечно, в условиях смешанного типа. В таких случаях could выражает не только вероятность, но и возможность, в отличие от would. Итак, Примеры. Первый тип. If it rains tomorrow, the roof could leak. Если завтра будет идти дождь, крыша может потечь. Второй тип. If I worked as a freelance programmer, I could stay at home all the time. Если бы я работал программистом-фрилансером, я бы мог сидеть дома все время. И третий тип. I could have given you a lift if I had had a car. Я могла бы тебя подвезти, если бы у меня была машина. Об условных предложениях вы можете узнать из подробных уроков на эту тему. Ссылку на раздел я обязательно оставлю. А теперь пришло время потренироваться. Перед вами будут примеры использования could. Попробуйте самостоятельно определить, какому правилу он подчиняется. Но прежде давайте вспомним эти правила. Во-первых, could выражает возможность умения в прошлом. Во-вторых, при помощи could мы можем высказать свое предположение о настоящем или будущем. В-третьих, при помощи could вежливо можем попросить о чем-либо. Переходим к could have. Could have используется в отношении нереализованных возможностей. Мог да не вышло. Couldn't have используется, когда что-то не могло произойти в прошлом. Как ни крути. И при помощи could have можно выразить критику или раздражение. Мог бы и повнимательнее слушать, например, в таких ситуациях. Could используется по аналогии с would в условных предложениях, но добавляет значение возможностей. Итак, вспомнили? Теперь готовы переходить к практике. Слушаем первый пример. В нем пойдет речь о мамонтах, которые могли бы выжить, если бы не люди, которые на них охотились. В видео, из которого взят следующий фрагмент, автор рассказывает о том, могли ли события в фильме «Один дома» происходить на самом деле. А именно, можно ли нагреть дверную ручку так, как это делал персонаж Маколея Калкина. И слушаем внимательно, что за куд используется здесь. И последний фрагмент, честно, мой любимый, потому что в нем, в принципе, все понятно без комментария, но сможете ли вы определить, что за куд использовал говорящий? Да, надеюсь, это было вам интересно, и не менее интересно будет узнать результаты. Итак, в первой фразе говорится о том, что не случилось, могли выжить, но не выжили. Это самое первое правило использования «could have», которое я рассказывала. Во втором примере автор говорит о возможности в будущем. Спустя часы, возможно, у вас получится нагреть дверную ручку так, как нужно, но это не точно. И в третьем примере «could have» используется для того, чтобы высказать свою критику. Он говорит «могла бы найти себе мужчину и получше». Надеюсь, после такого обстоятельного урока вам не составит труда пройти наше упражнение. Обязательно проверьте, как вы усвоили материал. Что ж, а у меня все. Занимайтесь английским с радостью, с удовольствием. И обязательно смотрите, слушайте то, что вам нравится в оригинале без перевода и дубляжа. А я желаю вам успехов в изучении английского языка. И увидимся в новых уроках на Puzzle English. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok